Ну ладно, давай, короче, деньги возвращай домой, а чё нет? Почему нет? Потому что машину купил, блядь. О, да ваши деньги! Сколько зарабатываешь здесь? Если ты насрёшь, блядь, ты съешь это говно. Контент, контент, смотри, смотри. Все мы рано или поздно взрослеем и съезжаем от родителей. Либо просто едем жить одни. За некоторыми, правда, исключениями, но всё-таки кто-то едет учиться в другие города. Да, у кого-то находятся другие причины и очень, очень многие пользуются арендованными квартирами. Поэтому и в этой сфере есть мошенники. Сегодня вы узнаете, что будет, если попасться на их уловки и отдать им деньги. А ещё мы сходим к ним в офис и поговорим обо всём лично. Узнаем, сколько они зарабатывают и получится ли у нас вернуть деньги назад. С вами ЕВГ. И это значит, сейчас будет интересно. Екатеринбург, недвижимость, квартиры, снять на длительный срок. Студия 30 квадратных метров, 8 тысяч рублей в месяц. В объявлении просто шикарные фотографии. Это крутые апартаменты премиум класса, да ещё и в самом центре города. Очень привлекательное объявление для тех, кто хочет снять недорого квартирку и вообще не знает, сколько вот такое должно стоить на самом деле. Это приманка. Выгодная и очень красивая квартира. И она может быть не только на Авито, но и вообще на любом другом сайте. Не, может я, конечно, ошибаюсь. Это не приманка, а вот это всё реально. Но ребята, которые к нам обратились, так не думают. Они позвонили по объявлению. Их убедили, что квартирка ждёт просто, когда её снимут. И пригласили подъехать в офис подписать договорчик, так как это риэлторы, которые помогают людям в поиске. Ребята съездили, подписали договор и им назначили время встречи с собственником. Им позвонили из того же агентства и сообщили, что эта квартира уже не сдаётся и предложили альтернативный вариант. Только уже за реальную стоимость и немного так похуже. Начали уже слать смс-ки с вариантами, но ребята, конечно же, отказались и написали заявление о расторжении договора. Но только через 10-15 дней они получили отказ. То есть агентство просто отказалось возвращать деньги, которые по факту ушли в никуда. Мы с ребятами пошли в офис той конторы, чтобы во всём детально разобраться. Добрый вечер, здравствуйте! Вот, привет. Программа «Опасные связи». О, давно не видели, что ты чё? Чё, наёбываешь опять? Нет, нормально. Виктор. Точно, точно. Виктор, ребят, узнаёшь? Пояснишь. Не, ну ты посмотри, они здороваются, будто старые друзья. Ну, ещё бы. Посмотрел здесь вот плейлист, там есть просто куча роликов именно про эту самую контору, с которой у нас просто было всякое. Не раз вызывали полицию, устраивали шухер, там выселяли из офиса. Они как тараканы живучие. Блогер! Блогер я! Да, Коля, посмотри, посмотри, вон что, всё, вон. Пизда, пизда в столу. Как будешь наёбывать, Коля? Не на чем наёбывать, стол сломан, блядь! Чё, ну, ты понимаешь, да, в чём дело? Всё как всегда, да? Где Коля-то? У него стол-то сломан до сих пор или нет? Нет. Починили. Не хай. Миллион заработал. Вы нас не будете, Виктор, выгонять со скандалом из офиса? Да, смысл? Чё? Потому что мы опять вернёмся, вы знаете. Ну, в общем, наверное, мы не будем томить, просто нам отказали резко в... Тут ребята всю свою историю пересказали Вите, который является сотрудником этого агентства. Причём уже не один год. Вот, если посмотреть на дату выхода видоса, когда мы ворвались к нему в первый же день его рабочей смены и устроили там шутер. Виктор, прошёл просто ровно месяц, и люди не получили квартиру. Угу. Вот, и хотят как-то это, решить вопрос. О, хорошо. Вы знаете, как сбор растрогается? Писали они, притонизм, писали. Пришёл ответ. Ребята, пришёл ответ. Они получили ответ. Вот. Он просто предложил позвонить на горячую линию их агентства или менеджеру, который с ребятами работал, чтобы просто они могли узнать, а почему им деньги не возвращают. И всё. Вообще-то сумма в 11 тысяч довольно серьёзная. Можно на эти деньги купить, вон, игровой монитор. Один из неплохих за эти деньги, аок, 25 дюймов, матовый, 1 мс отклика, 75 герц, это бюджетный, но, блин, задел на будущее. И он ещё не один год простоит и будет твоим окном в интернет и игры. Блин, с ним столько можно приключений пережить. В виртуальном, правда, мире, а не отдавать эти 11 тысяч вот просто так какому-то пухляшу Вите, чтобы он выплатил себе кредит на машину. Или вот даже очень громкую акустику можно взять за эти деньги. Домашний кинотеатр 5,1, чтобы звук просто, ну, везде был. Колоночки, вон, офигенно выглядящие с отличными отзывами. Выбираешь, сравниваешь, какие функции есть, чего не хватает, что лучше, а что хуже, и просто берёшь. И без переплаты можно взять, а то, видите, в разных магазинах цены неплохо так отличаются. И это всё за 11 тысяч. Ссылочки я оставлю в описании. Пожалуйста, перейдите, посмотрите и напишите в комментах, что ещё можно хорошего взять аж вот на эти 11 тысяч. Вить, скажи, ты считаешь, что вот люди, которые приходят сюда, в эту контору, они лохи? Ты считаешь так? Нет. Мне кажется, да. Ты считаешь, что это лохи? Или платные смс подписки? Вить, ты считаешь, что тут лохи? То есть приходят лошки. Сам прикол. Знаете в чём? Люди видят хорошую квартирку и бегут в офис, где им навешивают на уши, что эта хата их уже ждёт. Только оплачивайте, подпишите вот тут и погнали. Вот вам наш номер, вот номер собственника. Мы вам поможем и всегда будем на связи. Но только стоит прочитать первый же пункт договора, его предмет, где всё чёрным по белому написано. Оператор, он же агентство, обязуется по поручению пользователя предоставлять контактные данные собственников жилой недвижимости путём автоматической отправки смс, а пользователь обязуется оплатить это всё, вот за что заплачено и ни за что другое. И эта квартирка, это всего лишь приманка, это фейк, фото из другого объявления, и никто, и никогда её не сдаст за такие мизерные деньги. Это способ привлечь в офис лохов, чтобы они подписали договор, а дальше уже всё по старой схеме. Попытки вернуть деньги, не отвечающий оператор и просто игнор. Данные собственников, объекты жилой недвижимости, либо их представители путём автоматической отправки смс сообщений, всё. Всё. Ваша ошибка была то, что вы первый пункт прочитали, но не поняли его вообще, здесь написано прям. А то, что вот эти ребята сидят, лечат, это как бы их вот задача, это впихнуть договорчик-то вот этот вот сам. Не впихнуть, а ответить на вопросы по договору. Впихнуть. Нет. Пропихнуть. Нет. Да. Продать, продать. А почему объявление от лица собственника, завлекаловка это для чего делается? Чтоб договорчики заключали, господи. Чтоб клевали. Чтоб приходили и деньги несли. И всё по закону. И мы же лохи. По закону этой страны. Но не по каким-то там другим человеческим законам, не по законам других стран, где это вообще запрещено. Но ты ориентируешься на законы этой страны, да? Тебе вообще похуй. Вообще похую. Даже дверь, блять, откройте. Ну, а вы им говорите, что заключается платная смс-подписка. Да? Да. Вам говорили такое? Нет. Я и говорю. Чего гонишь? Почему мне не сказали, что мне будет смс-ки? Я говорю, я пять тысяч. Я за себя отвечаю, Женя. Ты же здесь сидишь как представитель всей компании. Нет. Мы не спрашиваем. Не за тебя лично, а за всех. Почему мы сейчас звоним, а никто не отвечает? Почему мы звонили на все номера, и никто не ответил? Потому что это горячая линия. Понимаете, вот так. Горячая линия 24 часа в сутки работает, представляете? Она работает, и люди засванивают, девушка. Почему? Давайте сейчас вашему другу позвоню, и буду вас доканывать. Почему же тут друг трубку не берет? Вы меня будете за него вручать, а почему трубку не берет? Тут другое, Виктор, тут другое. Так это номер телефона, горячая линия агентства. Так они должны работать, они просто песенки воспроизводят. Вот прикинь, ты приходишь в Сбербанк, отстаиваешь там очередь с бабушками, подходишь к сотруднику и спрашиваешь. Мне тут зарплату должны были месяц назад перевести, работодатель деньги перевел. Счет показал, все нормально, деньги у вас, так почему мне на карту деньги не приходят? А сотрудник такой, а че, а я за других не отвечаю, че ты еще от меня хочешь? Алло, иди вон у них и спрашивай. И блин, вот тут та же самая ситуация, абсолютно нелепая. Ну так вот, умывают руки. Деньги взяли, договорчик найти, а дальше все. Деньги получил. Следующий лошок, заходите. Мне кажется, Виктор, ты просто не умеешь ничего в этой жизни делать. Вот как бы все, в принципе, сидишь на этой работе и все. Нравится это подписывание, не нравится, не подписывая. А бывает такое, что люди приходят, читают, понимают и уходят. Типа, у них спасибо, извините, мы пойдем. Тут все абсолютно законно, и даже по суду ничего не добиться, ведь суд смотрит только на бумажки. А в бумажке написано все, как и есть. Ребята отдали 11 тысяч, и смс-ки получили все. Ну ладно, давай, короче, попиздели деньги, возвращай домой погоню. Да, Виктор, все, хватит. А че нет? Почему нет? Потому что машину купил, блядь. О, на ваши деньги машину купил, и в Израиль съездил. Че взял себе, какую тачку? Хорошую взял. Какую? Хорошую. Ну какую, марка-то какая? Камри. Ну такая, нормальная. Сколько она? Миллион триста вроде стоит. Два, сто. Два, сто. Нихуя ты жируешь. На денежках чужих. Жрешь. Очки, сука, золотые купил. Кузашные золотые. Видно, да. Фильдеперстовые. Отожрался. Ты год назад тут худее был. Ты реально худее был, кстати. Есть такое, есть. Или даже два года, когда это было. Сколько ты весишь? Я? Да. Я нормальный. Сколько? Поэтому не боится меня, мои шестьдесят три килограмма. Пиздесят. Сто десяти ты вешаешь? Пиздесят. Те лет-то двадцати пяти нет. А у меня шестьдесят пять. Поэтому я взял, в разы меньше у меня. Ну давай его сейчас за руки, за ноги просто вынесем из контора. Ты меня боишься, Витя? Тебя? Нет. А его перцовку в кармане боишься? Потому что я худой? Нет. Просто я никого не боюсь. Чё, бесстрашный что ли? Ну да. Чё, пиздесят? Надо только Аллаха бояться. Жека. Нет. А давай его покрулим после работы, пиздим во дворе. Заем. Ты с ними работаешь, да, Витя? Еще есть полтора часа. Может, субъя еще раз пить. Солян уже есть. Чё, пацаны, давно работаете тут? Ну, с мной принесли, что ты чё? Ну, говори как есть. Предъявляет чё-то, да? Ну, давно нет. Ужас. Дожили. Дожили. Женя! Чё, нормально? Женя, выйди оттуда. Почему? Ну, потому что выйди. Почему? Потому что выйди. Причина. Женя. Причина. Виня, не зли меня. Если Витя встанет, будет плохо. Всё. Жека, держись, Витя встал. Так я подстань посетку. А я сотрудник. А я сотрудник. Концент, концент, смотри, 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 смотри. Всё. Тигрюк. Смотри, встал. Витя, ты чё ругаешься? Ну, потому что не понимаешь на словах человек. Ёбаный стой. Я же не заложенен. Нет. Позолоченный, говорит. Позолоченный. Экономия. Сколько зарабатываешь здесь? 10 тысяч. В месяц? Да. Белорусских рублей. Белорусских рублей в деньги. Интересно, а кто будет у вас убирать говно, если здесь будет насрано? Кто и насрёт. Думаешь? Да. А сейчас какой-то левый бомж насрёт, убежит. Кто из вас это убирать будет? Нет. В таком случае, никто. То так и будет. Вообще много. Ты застаришь. Если ты насрёшь, ты съешь это говно. Это угроза прямая? Нет. Нет. Я объясняю, что заплатили за смс. Всё. Дальше ничего не будет. Вы ничего не добирали нас. Вот. Вот они, козырные-то слова, Виктор. Вы ничего не добираетесь, вам ничего не вернут. И не будет ни квартиры, ни денег. Просто уже ответ развертить было. Тут всё, тут уже ничего не придётся. Вывод какой будем делать с этого? Ну, если честно, если бы я была киллером, подрезала хотя бы. Подрезала? Ну, смотри, ты можешь просто, не знаю, постоять где-нибудь. А не дошлисти, работу где-нибудь там. В машине посидеть, посмотреть, куда, что. Ты как бы всё это можешь? Ты как бы всё это можешь? Да. Окна разбить. Короче, надо верить не словам, а чисто то, что на бумажке написано. Чисто бумажка и всё. Вообще пофигу, чё говорят. Только бумажка. Мне стыдно за этих ребят. Они победились. У нас куча роликов есть. А они, блин, просто об этом не знали. А всё потому, что надо больше репостить и лайки с комментариями оставлять, чтобы больше народу узнало о такой развод, чтобы они читали и понимали договорчики. Или мне опять за них всё будет стыдно. Друзья, не видитесь, пожалуйста. И увидимся в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин